Всем привет, меня зовут Дима, за моей спиной находится Lexus RX 450, 13-го года, который будет отправляться в Украину. Автомобиль покупался как топляк, но какой это топляк, посмотрите сами. Он кто-то что-то заехал, привез. Я надеюсь, там мой рам дополнительных повреждений не наделали ему. Смотрите, как конструктора привезли. Тут был ерундовый ударчик, причем по ходу дела они пытались ее восстановить, что ли, не получилось. Короче, полностью все разобрали и все, что оттачки, закидали в машину внутрь. Вон, снятая торпеда, все снято. Это такой конструктор, ой, жесть просто, конечно. И все это на тряпочке, представляете? Интересно, в каком виде это все продавалось? А, это просто Кэмери, это даже не Авалон, представляете? Какой конструктор жесткий? Ну, я не знаю, хорошо ли это, плохо, но я бы себе такой бы точно не взял второй раз. Одного раза с меня достаточно. А вот, собственно, лот номер. Можно посмотреть, сколько она стоила и во сколько вышла. А вот и наш Lexus RX 450, который мы не могли долгое время найти. А он, оказывается, вон где стоял. Подключил я бустер. Ой, так, питание есть на приборку? Ну, и что? А что ж ты дворники-то? Дворники работают. О, это нехорошо. О, выключились. Ну и что? Charge. А, ready. Поедет. Я не могу ехать с открытыми дверями. Завелась. Все работает отлично. Хороший вариантик. Огонь, тачка. А если в паркинг заглохнет? Да нет. Вот память. Моторчик работает ровненько, отлично. Все списали. Хиклаз знает. 0,20 рекомендуемое масло. Да елки-палки, закрывайся. Да блин. Хоть не люблю такие подставы. Наш. Сама выключилась. Потому что гибрид. Такая вот система. Парктроники спереди. Побереду все ровненько. О, скос какой для бездорожья. Прям на Лексисе, прям вот для бездорожья ездит. Внутри ничем не пахнет. Все сухо, все отлично. Бежевый кремовый салон. Люк. Надо сделать, конечно, химчистку. Вот, CD-диски прямо сверху в подлокотник вставляется. Убалдеть. Какой там был пробег? Что-то даже не обратил в него. И вроде был небольшой. Да, надо бы проехаться вперед, чтобы открыть багажник. Посмотреть, что там. Он RX 450 Hybrid. Какой студент ездил из Луизиана State University. Резина как новая. Диски отличные по кузову. Ну, так, обычный износ. Ничего серьезного по машинке нет. Хорошее приобретение. Странно, почему его никто не торговал, не напивал. Наверное, боялись брать утопленник из-за того, что гибрид. Но разве это утопленник? Если в машине сухо. В машине сухо. Машина заводится, едет. Ну, пороги сняты. Видимо, они что-то смотрели. Но ковер абсолютно сухой. Ничего не пахнет. Вот, они типа показали уровень воды, который был. Но я не обнаружил в машине этого уровня воды вообще. Прикраш систем. Мы видим. Сейчас вперед немножко проедем. Вот, ради написано. Батарейка, наверное... Хотя нет, вон, заряженная батарея. Нормальная. Брейк стоит. Че, как тут брейк-то снять? EV-мод. О, вентиляция сидений есть. Ничего себе. Ну, давай. Фигач. Машинка пришла с одним вот таким вот ключиком. Так, кондиционер тут работает, нет? А то жарко очень. Давай. О-о-о-о-о, классно-то как. Тайничок какой-то есть. Cup Holder Only. Ну да, если закрыть, он не служит. Электропривод сидений работает. Да, ездит. Да, ездит. Все нормально. Спинка отбрасывается. Руль электро. Вон, туды-суды. Пробег небольшой, все 84 тысячи мили. Слушайте, ну, чувак молочек, что я купил. Только надо понять, как снять электрорученик. А, нет, он здесь ножной, представляете? О, покатилась. Ой, здесь парктроники спереди есть. Мне надо открыть сзади багажник. Смотрите, что там. Что там? Вот камень, карта. Панелька, ready. Блин, хорошая машина, твиттерики. Так комфортно и удобно, прям. Хорошая машина. И целая, главное, люк. Посмотрим, что там сзади у нас происходит. О, кайф вообще. Класс, мне нравится машинка. За такие-то деньги, за десятку, вы бы не взяли такой Lexus целый? На ходу еще, к тому же, который... Ой, веточка. Все работает. Ну, какой это утопленник? В каком месте он утопленник? Вы что мне тут ерунду несете, а? Утопленники брать нельзя. А, ну где? Где? Покажите мне хоть малейшие признаки воды и влаги, что она здесь вообще была. Где? Ничего же нету. Ничего. Все отлично. Запаска есть. Смотрите состояние машины понизу. Вообще в идеале. Просто в идеале, как новое. Ни малейшего налета на ржавчинку. На коррозию. Просто сделал химчистку. Поменял расходнички, масла всякие. И все, и вперед, и с песней. Вот сзади коврик есть багажник, а почему-то самих ковриков нету. Ну, здесь, нормально все. Вот все эти. Порошки снятые. Хорошая машина. Мне нравится. Класс. Молодец клиент, что ее взял. Не побоялся. И, как мы видим, не прогадал. Знаете, когда вы берете топляк, если он заводится и едет, он всегда приходит, заводится и едет. Ни разу такого не было, чтобы он был заводится и едет, и приехал не на ходу. Вот, закрыл окошко. Они оставили, по всей видимости, чтобы какое-то испарение ушло. Ну, оно и так ушло. Вот, видите, все работает. Класс. Хайбрид. Отличный. Вон, вентилятор работает, где я в кондер включил. Сзади здесь, интересно, открыто было или нет. Ну, здесь просто они оставили, типа приоткрыли немного. Ну, я вот таким вот образом сделал. Наверное, парушки можно назад сейчас воткнуть. Классно, э? Задняя дверца на электроприводе. Как мы видим, сама открывается, закрывается. Вон, сама притянулась дверка. Огонь машинка. Резина как новая, отличная. Диски отличные. Сзади тоже никаких проблем нету. Нету только ковриков. Куда они подевались? Не знаю. Ну, почему-то нет. Включаем заднюю передачу. Вот там что-то есть. Работают парктроники. Едет вперед-назад. Также заводит мотор. Ну, первый раз, когда я ее включил, он завелся. Сейчас что-то больше не заводится. Едет отлично. Вот такая менюшечка есть. Управление с сопровождением, с звуком. Вот завелся мотор. Как мы видим... Давайте я открою, покажу. На гидроупорах. Мотор работает ровненько, отлично. Хороший аппарат. С небольшим пробегом. Целый прям клиент. Вот купил, что хотел. Хотел целую машину. Купил целую машину, с которой ничего не надо делать. Поменял расходнички. И вперед катайся. Поздравляю клиента с покупкой. Покупка офигительная. Просто офигительная. Взять за десятку такую тачку, с которой просто силой поехал. Ну, это предел мечтаний для кого-то. Кто-то берет топляки вроде меня и вляпывается. Ну, вот. В нашем случае, когда берут клиенты, почему-то все хорошо. Не знаю, с чем это связано. Но, как мы видим, все огонь, все отлично. В машине комфортно. Попа морозит. Можно еще подогревать, если надо, при желании. Но сейчас жарко. Нам этого не надо. Вот один ключик. Красивый дизайн. В автомобиле. Все-таки Lexus. Да. Хотели взять MDX. Но взяли гибридный Lexus. И не прогадали. Учитывая, что он стоит всего десятку. И он целый. Прям круто. Очень круто. Конечно, немного дизайн устарел. В плане вот этой вот мультимедиа. Но если сравнить с MDX, там было бы то же самое. Поэтому разницы никакой и нет. Пробег вообще мне очень нравится. Новая машина, считай, сделать химчистку. И вообще классно будет. Все супер. Ладно. Все. Глушим. Я хочу вам показать, что машинку. Мы взяли такую же, только черную. Правда, отправились в Калифорнию. Тоже на Украину. Такой же Dodic. Но только он был целенький относительно. Водна дверка там была. Но, в принципе, похож, да. Похож-похож. Да, но здесь, конечно, жест. Такое бы я точно не взял. Тут вообще жопу просто увело. И крышка треснула. Крышка, кстати, на Dodic. Из какого-то непонятного материала. Тоже бумага какая-то. Стекловолокно или как. Прям как на Форде. А остальное все железное. Что-то они любят с задними крышками придумывать. Видишь, он какой-то ерунду. Три ряд сидений, кстати, у него. Вот. Ну как, за свои деньги, в принципе, тачка вообще огонь. Три ряда сидений не бывает просто в эту цену. Прогрессив. А, вот. Лот номер. Лот номер 22-7. Интересно, почему забрали красного красавчика. Вот, принимают машинки. Заряжается Тесла. Ладно, я пошел. Стоит на зарядке. Стоит на зарядке. Стоит на зарядке.